Всем привет, с вами InformTV! 2020 год выдался непростым и напряженным, наверное, для всех. Но для некоторых людей этот год стал последним в этой жизни. В мир иной отправились знаменитые актрисы советской эпохи. Их фамилии были на слуху у многих россиян. В памяти они навсегда останутся талантливыми и юными. Инна Макарова. Это была поистине народная артистка, прозванная Королевой Высоты. Также Инна Владимировна запомнилась ролями в картинах «Девчата» и «Молодая гвардия». 25 марта этого года любимая многими актриса ушла из жизни. Ей суждено было прожить 94 года. Галина Никулина. Широкая известность пришла к актрисе после знаменитой советской мелодрамы «Проводы белых ночей». Ее героиня Нина влюбилась в молодого, красивого журналиста. Основное время Никулина все-таки проводила в театре. Когда актерская жизнь стала ей не под силу, она стала преподавателем сценической речи. А 10 февраля 2020 года заслуженной артистки Галины Никулиной не стала. Она прожила 73 года. Ирина Скопцева. Актриса была первой красавицей советского кинематографа. Именно ей покорился образ Элен в киноэпопее «Война и мир». Не зря она стала верной женой известного режиссера Сергея Бондарчука. Из их семьи вышла блестящая творческая династия. Долгое время Ирина хранила память о прославленном муже. Не менее талантливым выдался ее сын Федор Бондарчук. А потом появился на свет внук Константин Крюков, который стал не только актером, но и художником-ювелиром. Ирина Константиновна покинула этот мир 20 октября 2020 года. Она запомнилась своей мудростью, интеллигентностью и восхитительной внешностью. Алла Мещерякова. Заслуженной артистки не стала 11 мая в Москве. Она запомнилась зрителям своими ролями в советских драмах. Также у нее были и второстепенные роли. Мужем актрисы был документалист Владимир Коновалов. Последние годы своей жизни он был прикован к постели, и Алле Дмитриевне приходилось сутками за ним ухаживать. Серьезных заболеваний у самой актрисы не было, но она скончалась от внезапного сердечного приступа. Врачи не успели ничего сделать. Артистка прожила 77 лет. Татьяна Паркина. У женщины были прекрасные актерские способности. Скорее всего, вы ее помните по роли Марты в картине «Не могу сказать прощай». Она настолько воплотилась в этот образ, что многие возненавидели как отрицательную героиню, так и актрису. Татьяна была родом из Риги и в Москве не имела прописки, поэтому ей пришлось вернуться в родной город. В Латвии она состоялась как певица, но через много лет Паркина опять приехала в столицу России. Приобрела жилье и мечтала о съемках, но в ее жизнь ворвалась коварная онкология. В итоге ее не стало 6 мая этого года, ей было 68 лет. Евгения Уралова. За свою жизнь эта представительница старой школы кино сыграла много театральных ролей и более 50 в кино. Больше всего зрителям запомнилась ее Лена из «Июльского дождя». Совсем немножко Евгения Владимировна не дожила до своего 80-летия. Актрисы не стало 17 апреля. Она умерла в Израиле, где ее пытались спасти от тяжелого заболевания. Людмила Касьянова. Она ушла из жизни 2 января этого года. Актриса дебютировала с ролью Дульсинеи в фильме «Дон Кихот». Кроме этого, она имела прекрасные музыкальные способности, ведь закончила консерваторию, а вскоре работала концертмейстером. Последние годы Людмила Ивановна прожила в столице Чехии. Там она была владелицей собственного санатория. Сильный характер помог ей восстановиться после инсульта, но потом на ее долю выпало более страшное заболевание – рак мозга. Сложная операция не спасла актрису. Она ушла из жизни 84 года. А вы помните этих замечательных актрис? Если да, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!